Муравленковцы сегодня присоединились к празднованию Международного Олимпийского дня. Сейчас в городе спортом занимаются почти 15 тысяч жителей. Это любители физкультуры и профессиональные спортсмены, которые представляют Муравленка на уровне региона, страны и мира. Знала, что сегодня отмечается Олимпийский день? Да. Серьезно, откуда? Мне рассказывала мама и бабушка. Это интересно, я даже дома занимаюсь. Я до этого не знала, что существует Олимпийский день. А сейчас узнала об этом. Многие из этих ребят никогда не слышали о том, что 23 июня отмечается Международный Олимпийский день. Этому спортивному празднику уже более 70 лет. Цель и задача этого мероприятия – привлечь как можно больше детей для занятия спортом и также активный образ жизни, чтобы они не гуляли по улицам, по подъездам, а посещали наши спортивные площадки, занимались видами спорта, которые культивируются в нашем городе. В летнем лагере «Яролаш» активно встретили спортивный праздник. Более 50 ребят приняли участие в легкоатлетической эстафете. Это важно для здоровья, чтобы была хорошая жизнь, чтобы ты долго жил, чтобы они были здоровы, крепки, никогда не болели. Это здоровье их, чтобы они лучше двигались, лучше читали, лучше двигались и спортом занимались. Большинство из них просто гоняют мячи во дворах и на спортивных площадках, играют в волейбол и баскетбол с друзьями, бегают на перегонки. Другие достигают высоких результатов в спорте и мечтают стать знаменитыми, как Плющенко, Кабаева, Носов и Карелин. Сегодня в Муравленко делают упор на развитие массового спорта. В городе им занимаются почти 15 тысяч человек. У нас культивируют 22 вида спорта. А с сентября в спорткомплексе «Лидер» появится новое отделение – дзюдо. К слову сказать, еще один олимпийский вид спорта. Также у муравленковцев есть возможность заниматься и другими видами, которые входят в программу современных олимпийских игр. Например, боксом в городе занимаются более 80 ребят, от 7 и старше. На отделении уже есть свои звезды. Кирилл Щукарев – серебряный призер первенства Европы. Сейчас периодически проводит тренировки для подрастающих спортсменов. В списке олимпийских видов, которыми могут заниматься подрастающие спортсмены, также плавание, баскетбол и хоккей. Анастасия Попова, Виталий Седняев, Новости, Муравленко.